Всех приветствую, с вами Дмитрий Говдя, автор проекта dfispeak.com Что мы рассмотрим в этом уроке? В этом уроке мы рассмотрим такие небольшие словосочетания, которые очень часто применяются в немецком языке. Вот эти словосочетания. Что-то интересное, ничего интересного, много интересного. И вместо слова интересное здесь может быть любое слово, что-то новое. Что-то необычное. И так далее. Мы разберем, как строятся такие словосочетания. Я, честно скажу, долго думал, как это объяснить. И там есть своего рода объяснения грамматические, но они достаточно запутанные. И там есть исключения. Поэтому я решил с точки зрения грамматики здесь вам не объяснять, а решил объяснить именно с точки зрения группировки по небольшим группам. Первая группа возьмем слово «что-то». Что-то у нас будет «эт вас». Здесь также будет вместе «что-то», «ничего». Давайте вот так вот через запятую напишу. «Что-то интересное» и «ничего интересного». Хорошо. Значит, здесь запоминаем «что-то» и «ничего». Это первая будет группа. Значит, «эт вас» и «ничего». Кстати, вот многие здесь путают, ставят перед «интересно». Здесь отрицание «кайн». Нет, здесь такого не нужно делать. И также отрицание «ничт» не подойдет. Потому что «ничт» это просто «не». «Ничего» это «ничтц». «Нихтц». «Нихтц». Вот. И в данном случае «интересное». Начальная форма у нас будет «interessant». Собственно, вот эту форму вы можете найти в словаре. Если забьете в словарь «интересный» или «интересное», вам словарь выдаст «interessant». Но в таком форме, в таком виде мы не можем в данном случае оставить это прилагательное. Дело в том, что в данном случае это прилагательное у нас становится существительным. Да, вы не ослышались это. Так называемое субстантивированное прилагательное. Это значит, что, во-первых, оно будет с большой буквы. И так как здесь средний род «интересное», у нас не «интересный» или «неинтересная», а «что-то интересное» это средний род, что-то неопределенное. Как вы знаете, у нас окончание, если мы говорим о прилагательном. Кстати, вот это прилагательное, оно будет себя вести, хоть оно, я и сказал, что оно стало у нас существительным, но окончания у него будут такие же, как у прилагательного. Если вы знаете, чтобы показать средний род, например, да, то к прилагателям нужно добавить окончание «э», «эс», «интересантес». Вот именно вот эту вот форму мы возьмем. Ничего интересного. «Ничего интересного». «Ничего интересного». В данном случае мы показываем вот этим вот окончанием, как бы вот средний род, да, вот этого неопределенного слова. Здесь мы можем взять вместо «интересантес» любое прилагательное. Возьмем, давайте, «новый», «ной», начальная форма. Для того, чтобы сказать что-то новое, как вы скажете, «эт вас» так и остается, и добавляем «э-эс», «но-ес». «эт вас», «но-ес», здесь тоже становится существительным. «Эт вас, но-ес», давайте скажем «ничего нового». «У меня нет ничего нового». Давайте сначала напишем «ничего нового», а потом скажем. «Нихц, но-ес». «Нихц, но-ес», «у меня ничего нового». «И хабе нихц, но-ес». «И хабе нихц, но-ес». «У меня ничего интересного». «И хабе нихц, но-ес», и так далее. Можно, например, предложение построить в «вопросительное». «Есть что-то новое?» «Есть что-то новое?» «В данном случае есть». Мы можем выразить при помощи выражения «гипт-эс». «Гипт-эс» – это наличие чего-либо неопределенного. И кого-либо тоже может быть, то есть одушевленное или неодушевленное что-то. «Гипт-эс», и вот берем вот этот вот вариант. «Этвас новое?» «Гипт-эс этвас новое?» «Есть что-то интересное?» «Гипт-эс этвас интересантос?» Понятно, да? Давайте скажем «У меня нет ничего нового». «И хабе нихц, но-ес». «У меня нет ничего интересного». «И хабе нихц интересантос?» А теперь скажите «Нет ничего нового». «Эс гипт», вот берем это выражение, да. То есть, если это утвердительное, то уже «эс» ставится на первое место. Глагол на второе. «Эс гипт нихц, но-ес». «Эс гипт нихц интересантос?» «Нет ничего нового», «Нет ничего интересного». Я думаю, вы запомнили. Вот окончание, вот эти слова «что-то» или «ничего» они показывают здесь окончанием своим «ээс», как бы средний род. Вторая группа. Вторая группа «много-мало». Мы их так вот группируем, чтобы их проще было запомнить. Всего будет три группы. Это будет достаточно, чтобы вы начали правильно говорить эти выражения, словосочетания. Много у нас «филь», да. Мало у нас как будет «вених». «Филь» и «вених». Здесь вот эти вот наречия «филь» и «вених», они остаются неизменными. То есть, если мы хотим сказать «много интересного», да. Давайте возьмем новое что-то. «Много нового». «Много нового». «Много нового». То у нас будет «филь», «но», «ес». То есть, здесь тоже субстантивирное прилагательное. То есть, это стало существительным. Это прилагательное «ной» стало существительным. И своим окончанием, так же, как и в предыдущей группе, показывает «род». «Род», «ноес», «филь» «ноес», «много нового». «Мало нового», соответственно, «вених» «ноес». «Вених» «ноес». Итак, «всё интересное», да, пускай будет «интересное». «Всё интересное». Вот у нас одно слово в этой группе «всё». Как будет «всё»? Кто сказал «але», если сказали «але» — это ошибка. Всё будет «алис». «Але» — это «все». «Алис» — это «всё». Здесь, смотрите, здесь у нас своего рода исключение будет то, что окончание будет не «э» — «эс», как в предыдущих двух группах, а именно «э». «Ин-те-ре-сан-те». «Алис» — «интересанте». «Всё интересное». И я бы вам рекомендовал запомнить третьей группы одно словосочетание, которое очень часто употребляется. «Алис куте». «Алис куте». «Всего хорошего», да? «Алис куте», говорят. То есть, по сути, это начальная форма «всё хорошее», но это выражение и переводится на русский язык именно «всего хорошего». «Алис куте». Мы можем здесь подставить любое прилагательное. Вот таким образом. Всего три группы. Я не хочу вас перегружать какими-то… Там есть другие слова, но вот эти, которые я вам дал, они самые употребимые, они будут сейчас вам чаще всего. Вот всего три группы. Первая. «Что-то», «ничего». «Этвас», «ничего». «Что-то», «этвас», «ничего». Вторая группа. «Много», «мало», да? «Філь», «вених». «Філь», «вених». Первая, вторая группа у прилагательного окончания «э», «эс». «Эс». Там, где всего лишь одно слово «всё», у прилагательного будет окончание «э». «Алес куте». Вот на вот это вот выражение ориентируйтесь, запомните его. И по аналогии вы можете сами строить похожее выражение. «Всё интересное», «всё там новое», «старое». Или что-нибудь «всё необычное». Кстати, вот «всё необычное» будет вот таким образом. Значит, «обычный», давайте скажем «обычный». «Гевенлих». «Алес». То есть мы так вот сделаем, чтобы нам не мешало. «Гевенлих» – начальная форма. «Обычный» или «обычно». Может переводиться или прилагательным, или наречием. «Гевенлих». Чтобы нам сказать «необычный» или «необычно», здесь при помощи вот этого вот «ун» мы как бы делаем отрицание «ун». Так не всегда можно сделать. Поэтому, если вы не уверены, что так можно такое отрицание поставить, при помощи «ун», то лучше этого не делать. Иногда можно поставить и вот такое отрицание, то есть может такой вариант быть, а может быть «ничт». «Ничт гевенлих». В данном случае можно поставить «ун». «Унгевенлих». «Алес» и в конце добавляем «э». Конечно же, большая буква здесь. «Алес унгевенлих». «Все необычное». Вот таким образом. И, например, если нам нужно сказать «что-то необычное», как мы скажем? «Что-то» – это первая группа, здесь уже окончание будет другое. «Этвас унгевенлихес». «Много необычного». «Всё необычное». «Всё необычное». «Алес унгевенлихе». «Алес исключение». Вот такие вот три группы. Я считаю, очень легко запомнить. окей хорошо ставьте лайк если вам понравилось до скорых встреч пока